Добрый день дорогие друзья, в Гинготкастл произошло обновление о котором стоит рассказать, а именно измененная система уровней героев. Не будем медлить, погнали разбираться. Начався 23 сезон, предновогодний. В магазине появились новые скины, которые можно получить совершенно бесплатно, нужно лишь набить 298 жетонов. Когда я зашел в игру, я знал, что будет новая какая-то измененная система по поводу героев, но еще я надеялся, что добавят новый свиток теневой манипуляции, но его пока что нет, возможно в будущем появится. Ну и будем запивать голову этой информацией, давайте посмотрим, что произошло с уровнями героев. Вместо 7 привычных 14 апгрейдов стало 20 уровней, и при новой системе на 16 уровне появляется пробуждение способности героя. Смею заметить, что сейчас вы получаете 16 уровень и еще раз накапливаете на этот уровень для его пробуждения. На картинке все показано. Но многих возможно интересует, изменилось ли общее количество очков опыта и для пробуждения. Ответ нет. Я сделал подсчет и оказалось, что по опыту и золоту все абсолютно одинаково. Эх, а я-то надеялся на какой-нибудь перерасчет, но на самом деле разрабы все правильно сделали, чтобы не было каких-либо заморочек и конфликтных ситуаций. Возможно вы заметили, что в магазине клана появились новые приколюхи, наподобие куба опыта, звезды улучшений и куба силы. Сейчас на экране я приведу полное описание каждого предмета, что он делает, но если вкратце, то каждый из них либо улучшает героя на уровень, либо заменяет стоимость апгрейда героя, либо то и то. Вот и все. Ничего в принципе сложного. По сути о новой системе все, поговорим о героях, которых апнули, кого урезали и так далее. Фрия. Сила умений увеличена на 10% с первого уровня, с 50 до 55. Джоу. По-нашему же он Йоль. Потенциал четвертого уровня. Базовая мана изменилась с 80% до 90%. Шелда. Скорость атаки со 100% изменилась до 91%, то есть стало медленней бить. Нерия. Мана с 0.70% изменилась до 60%. Мель. Базовое значение бонуса атаки навыка со 100% изменилось до 125%. Значение бонуса атаки навыка изменилось с 2% до 1,5%. Пробужденная способность Йон. Переполнение. Диапазон 3х3 изменилось до 5х5. Обратный поток. Значение урона исцеления уменьшено с 35% до 25%. Чонг. Добавлено 40% дополнение урона при использовании способности Thunder Dragon Swash, вызванной способностью. По-нашему это пришествие громового дракона. Умение может пробить теперь могучий бог. Бог заклинаний. Такие вот дела, дорогие друзья. Это все. Ну да, возможно кто-то скажет, что еще башню испытаний изменили. Но это мы уже увидим в следующем ролике. Что они там сделали. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравилось. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok